Информационная война Из-за трагических событий в Нью-Йорке мир вступил в полосу тектонических преобразований, которые вылились в ряд войн на Ближнем и Среднем Востоке, в изменения позиций разных государств, России в том числе. И сегодня так получилось, что мы хотели записать эту передачу в другую дату, но так обстоятельства сложились, что мы сегодня встречаемся с гостем, очень знаковым, концептуальным доктором экономических наук, профессором Виктором Алексеевичем Ефимовым. Добрый день, Виктор Алексеевич. Здравствуйте, рад слышать вас. День непростой, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить общую мозаичную картину мира, сложившуюся на сегодняшний день, с точки зрения концептуальных взглядов на будущее человечества. Ну так, широко, да, если махнуть. Вот прошли ряд событий. Это прежде всего саммит БРИКС, который прошел в Китае, это последующий дальневосточный экономический форум, это конфликт между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей. Давайте дадим оценки с точки зрения концептуальных взглядов, что это было, куда идет человечество, каким курсом рулевые рулят, собственно говоря. Вот БРИКС. Действительно, БРИКС это знаковое такое явление в жизни человечества. Вы вдумайтесь только в цифры, это 23% ВВП, это 40% населения. И, конечно же, речь идет о прямой альтернативе евроамериканскому конгломерату. Наверное, в этом ни у кого не возникает сомнений. И проблема здесь в одном, что если масштаб такого уровня, то и постановка проблем и обсуждение их должно соответствовать этому масштабу. А что не так? Возможно, некоторые проблемы сегодня не обнародиваются просто громко. Но в целом, если посмотреть на происходящее, там затрагиваются вопросы базовых приоритетов в обсчетах средств управления общественными системами. Это и четвертый приоритет БРИКС. Это и, конец, третий приоритет, третий идет о телевизионном канале, социальном БРИКС. Это все правильно. Но хотелось бы надеяться на более выраженный системный подход, когда будут обозначены все шесть приоритетов, обобщенных средств управления общественными системами, и будет показана их взаимосвязь. Ну и главное, конечно, понятно, что мир стоит на пороге глобальной трансформации. И вариант новой концепции. Сегодня нет иного субъекта, кроме БРИКС, кто мог предложить вот такой вариант. Представляется, что это миссия БРИКС, и наша с вами задача, в том числе в сегодняшней программе, ну, по мере наших возможностей, способствовать этому. А давайте пройдемся по приоритетам. Вот с точки зрения четвертого, экономики, да, материальных благ, всего, что касается управления ресурсами, воспроизводимыми и так далее, и так далее. Вот чтобы, что не хватает БРИКСу в оглашаемых процессах? Вот создается банк, да, экономического развития, там есть участники. Вот что там, ну, на уровне денежных единиц, что там на уровне учета? Вот что не так? Очень глубокие вопросы, базовые. Вот на примере этого вопроса можно понять систему в целом. В чем проблема и БРИКС, и аналитики нашей отечественной? В том, что мы наивно верим, что на четвертом приоритете, на приоритете экономическом, на приоритете мировых денег, можно что-то изменить, занимаясь только экономикой. Но самое главное, увидеть вот эту всю цепочку, откуда проистекают изменения в экономическом блоке. Начинать мы должны с нравственности. Наш президент неоднократно подчеркнул, что все наши проблемы лежат сегодня в сфере нравственности. Так вот, нравственность, из нее проистекают цели и смыслы жизни. Если у вас цели и смыслы разные, то разная концепция достижения цели. Вот вы должны понять, что мы иначе видим цели и смыслы. Не в прибыли и в деньгах, а в человеке. Значит, нужна новая концепция достижения этой новой цели. Дальше, культура, она является вторичной по отношению к концепции. Вот сейчас на земном шаре доминирует библейская культура, потому что мы живем в библейской концепции украины. Когда у нас сформируется новая культура, то она породит новую правовую культуру. В рамках новой правовой культуры появятся только новые экономические законы. И тогда появится принципиальная возможность изменить экономику. Нельзя начинать экономику с экономики. Понятно, понятно. Я бы хочу только объяснить. Самое главное, что я хотел бы сказать по экономике, потому что евроамериканский конгломерат, а БРИКС контуется на принципах блока. Чем они отличаются? У конгломерата интеллект только в одном центре. А конгломерат интеллект рассосредоточен по всем странам. Там нет единого центра. И примером этому как раз является экономический приоритет. Давайте мы с вами вспомним недавнее прошлое. Советский Союз и блок. У нас была с вами единая переводная валюта, переводной рубль. Но сохранялись валюты всех стран, входящих в блок. А что сделали, допустим, европейцы? Они создали евро, но ликвидировали валюты всех стран европейских. Это типичный ход конгломератного мышления. Так вот, сегодня БРИКС должна предложить новую валюту. Эта валюта должна методологией того самого переводного рубля быть построена при сохранении всех валют стран БРИКС. Но она должна радикально отличаться от переводного рубля тем, что рубль был обеспечен золотом, что абсолютно неприемлемо. Рубль был равен, например, 0,98 граммов золота. А сегодня валюта БРИКС должна быть обеспечена на уровне энергетического стандарта. Это киловатт-час, либо джоул. Это будет действительно радикально новое предложение. Потому что энергетика, возможности энергетические, они связаны с товарной массой, в отличие от золота. И мы создадим валюту безинфекционную, гарантированно обеспеченную на столетие. Вот, собственно, на мой взгляд, если говорить о базовых концептуальных смыслах, позиции БРИКС на четвертом экономическом приоритете. Я понял, спасибо. Я только хочу для телезрителей объяснить простым языком, в чем разница между экономическими разными парадигмами. В западном конгломерате главной целью является извлечение прибыли. Это один подход. Причем совершенно не важно, как будут жить люди, которые эту прибыль не извлекают. А в нашей концепции было бы правильно интересы удовлетворения, интересов материальных и гуманитарных всех людей, живущих на планете. И вот это вот разные подходы, которые... Ну, многие люди мне задают тоже вопросы. А в чем отличается разница подходов? Вы абсолютно правы. И мы формируем концепцию, в которой равной мере она привлекательна для всех народов мира без исключения. Вне зависимости расы, вероисповедания, национальности. Вот в чем особенность нашей концепции, концепции русской цивилизации. Давайте мягенько перейдем к Северной Корее, которая в последние недели буквально там бомбит новостями все новостные ленты. И подрыв водородной, дескать, бомбы, и перелет ракеты. Это с точки зрения... Это чистый третий приоритет, то есть оперативная игра, развод лохов. Или что это на самом деле? Что это происходит? Это новый фронт для развязывания Третьей мировой. Вы знаете, действительно, в нашей программе вряд ли есть смысл обращаться к каким-то фактам, к фактологиям. Нам нужно понять смысл этого проекта в целом. Вот глобальное управление, которое реализуется глобальным предиктором, которое интересуется планетой в целом, оно идет так, что нужны какие-то модели. И вот в этом смысле, если посмотреть на Корею, то Корея – это одна из моделей, такой парничок, где сохраняется модель, которая в свое время была опробована в фашистской Германии. Это национал-социализм вождистского типа. И вот тогда он не совсем получился, потому что Сталин отстал как бы на этом пути и перевел этот проект в МВР. Но сегодня, по сути, это модель того, что было бы из фашистской Германии, если бы она не вступила в войну с СССР ошибочно, по мнению глобального предиктора. И вот поэтому отрабатывается вот такой вариант, когда произойдут глобальные трансформации, а можно ли использовать такую модель, потому что главная задача, которую решает глобальный предиктор, это прежде всего сокращение потребления ресурсов, сокращение численности населения и поддержание толпа элитаризма. То есть внизу должно быть минимальное понимание происходящих процессов. Поэтому наша программа немножко нарушает эти принципы работы глобального предиктора. Вот поэтому хотелось на Корею смотреть и на такую модель, которая поддерживается на всякий случай, чтобы можно было бы применить, испытав это все, никаких там проблем глобального уровня не ожидается. Это просто вот идет моделирование возможной глобальной истории человечества в том или ином варианте. А Южная Корея в данном случае это составная часть этого же проекта, да? Ну, все-таки Южная Корея тоже чем-то выделяется? Конечно, но вы знаете, что базовый принцип еврейской концепции управления это разделяй и властвуй. Куда бы вы ни посмотрели в любую сферу жизнедеятельности человека, то религии с конечным множеством богов или идеологии, или теории, или государства. Везде. Северный Вьетнам, Южный Вьетнам в прошлом, да, Германия, Корея и так далее. Это основной инструмент проблемы. Когда идет разделение, то всегда отрабатываются интересы какой-то третьей стороны, потому что любое противостояние и войну невозможно никому выиграть, так же, как невозможно выиграть землетрясение. Любая война, любое столкновение двух стран это попытка третьей стороны получить из этого какую-то выгоду. Спасибо. Давайте перейдем к Соединенным Штатам Америки. Это страна с точки зрения процессов, а действительно, Америка изменилась за последнее время. Еще буквально 3-4 года назад очень многие наши сограждане просто молились на нее. Солнце входило и восходило в Вашингтоне. А сейчас там идут процессы, которые означают очень много. Во всяком случае, очень заметно, что Америка уходит из управления очень многими процессами на планете. Что происходит в Соединенных Штатах Америки после избрания Трампа? Ну, прежде всего, мы с вами должны понять позиционирование Соединенных Штатов в глобальной политике. Многие рассматривают Соединенные Штаты как субъект управления. Это глубокая ошибка. Если бы Соединенные Штаты были субъектом, то им бы не сносили башни, как это произошло, вот вы правильно напомнили, Тату 11 сентября. Это как раз государственность Соединенных Штатов была поставлена на место. Ей было показано, ребята, вы не думайте, что вы так живете, потому что вы такие умные, можете голову потерять. Поэтому есть, конечно, Вашингтонский обком, который влияет на происходящее, есть лондонские ЦК, но есть и политбюро, которое сегодня дислоцируется штаб-квартира в Швейцарии, и вот это нужно понимать. Теперь дальше о Соединенных Штатах сегодня. Соединенные Штаты, их проблема, что они вышли по преимуществу на шестой приоритет обобщенных средств управления. Шестой приоритет используется только тогда, когда плохо с головой, как говорится, немножко не хватает понимания глобальных процессов. Тот, кто вышел на шестой приоритет, его будущее неопределенно. И это, к сожалению, шестой приоритет никогда не дает устойчивых результатов. Мы знаем это и на примере нашей страны. В 45-м и на шестом приоритете победили уверенно, но через некоторое время пошли на поклон побежденным, просить у них деньги взаймы. Вот что такое шестой приоритет. Это первое, что обрекает Соединенные Штаты на глобальном уровне. Если же говорить о текущих делах, то, что мир Соединенных Штатов исчерпан, и позиции исчерпан очевидно всем. Речь идет о способах опушения этой товаровой пирамиды, и как это сделать, чтобы мир был под обломком этой пирамиды. Вот это в основном отрабатывается. Действительно, Трамп это выбор народа Соединенных Штатов, но в чем его проблема? Трамп впервые пришел, минуя все социальные лифты. Он не был нигде в политике, он не был губернатором, не был в законодательных органах, не был в правительственных органах и у него абсолютно нет своей кадровой базы ни в одной из структур управления. Поэтому он, что называется, пол как сокол, ему не никого опереться. И проблемы у Трампа большие. Он, конечно же, искренне заявлял о необходимости установления иных отношений с Россией, с Сирией, но политика и государственное управление устойны иначе. и сегодня вот мы должны в общем-то понять, что аналогичные события были, к примеру, в Лондоне, это был, по-моему, 27-й год, когда Чемберлен, министр иностранных дел в Великобритании, жесткий униматом предел России, вы помните, что он получил? Он получил такое антибиотическое выражение «ответ Чемберлену». То есть это настолько были знаковые события, которые просто стали теперь в русском языке особо воротом речи. Были и события в 50-х годах, эпокартизм известный. Поэтому Трамп оказался здесь влажнейшей ситуацией. И так же, как и Соединенные Штаты в целом. Но мне кажется, больше всего они должны бояться даже не вот России и не полиции народов, а суда Божьего. Потому что есть еще Божий суд. И получается так, вы помните, у Тёте он говорит в Хаусте часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно совершает влага. вот Соединенные Штаты сегодня делают очевидным просто то, что курс русской цивилизации, то, что предлагает Россия, это однозначное спасение человечества. на фоне того, что они творят, наша позиция укрепляется. И есть в глобальной политике понимание такое, как Аверштаг, такое понятие. Русь сегодня человечество должно бы пойти по пути русской цивилизации, но слишком велики силы противодействия. Поэтому если пойдем против России, то, что делают сегодня Соединенные Штаты, мы пойдем все время против, против, против и не заметим, как выйдем на тот же курс русской цивилизации. Вот собственно так в свое время внедряло христианство, когда страшное гонение на христианство и тому, что оно в конечном счете было принято. Точно так же с курсом русской цивилизации нам говорят, мы должны сейчас помогать Соединенным Штатам, или чем больше они будут прескрывать маразми всего происходящего в Соединенных Штатах, тем быстрее человечество поймет необходимость и полная обратимость перехода на концепцию общественной безопасности разработки русской цивилизации. Давайте о русской цивилизации поговорим в контексте Украины. Украина это часть русской цивилизации. Там большинство населения до сих пор говорит на русском языке. Взаимодействие большой материковой России с Украиной строилось на экономическом и, собственно говоря, и больше ничего приоритете на протяжении последних 25 лет. То есть даже Пушков сказал, что вложили порядка 200 миллиардов денег в олигархов на Украине и это обернулось Майданом. И это обернулось ярой русофобией. У нас полностью отсутствовал третий приоритет. Причем взаимодействие с русским населением на Украине минуя Киев. Как вы думаете, есть ли шансы Украине не только вернуться в состав русской цивилизации, но стать ее, ну я не знаю, бушпритом на этом корабле, который делает вот этот оверштаг? Ну то есть носовой частью, которая привита, во-первых, либеральными западными бандеровскими идеями, уже есть отторжение и в принципе из Украины может получиться та самая Святая Русь, ну я фантазирую может быть, но тем не менее, которая большему воздействию Запада подверглась по сравнению с более глубокой Россией. Вот как будут обстоять дела с Украиной? Вы знаете, я вот согласен с вами, это не такая уж и фантастика с точки зрения глобальной истории человечества. Действительно, Украина может в конечном счете стать, если угодно, форпостом борьбы за будущее, за будущее цивилизационное, новое цивилизационное будущее всего человечества, потому что они на себе испытали все изуверства вот ныне господствующие концепции управления. Конечно, одурачить человечество можно фрагментарно и на какое-то время, но еще один из президентов Соединенных Штатов как-то сказал, но невозможно дурачить все время всех. И, понимаете, вы говорите о том, что Украина часть русской цивилизации. Безусловно, это так. Потому что, когда мы говорим русская цивилизация, мы же не имеем в виду национальность. Мы говорим человек может быть западным, может быть восточным, может быть русским. может быть русский немец, русский татарин, русский еврей. А Украина это вообще украинец, русский человек. У меня где-то царских времен есть статистика опросная, там прямо числено соседление русских общая строка, а потом идет среди них великороссы одна строчка, малороссы вторая строчка, белороссы третья, то есть они не разделялись никогда один народ. А основными инструментами интеграционного объединения цивилизационного является что? Язык, деньги и конечно же цели и смыслы. И в этом внимании Украина была и есть часть русской цивилизации, потому что русский язык даже на сегодня там доминирующий. Вот в валютах сегодня разрыв произошел, но это временное явление. И мне представляется, что народ Украины, который вот я скажу и свое личное отношение, может быть нет у меня более теплого отношения как к народу насколько правит. Я часто бывал там и дубья мои там. Это замечательные люди. И людей подменить вот так возможно, им можно запудрить мозги. Возможно там применяются какие-то новые технологии. я и у вас принимаю как Крыму слышал об этом. Могу сказать достоверно, но там применены технологии не только эти логические, возможно и психологическое оружие, возможно какие-то добавки там и пищи и воду, возможно и какое-то в конце концов и электромагнитное излучение. Сегодня есть самые разные способы влияния на человека. Но это все приходящие протесты. Я считаю, что Украина это часть русской цивилизации и чем быстрее Украина это поймет, тем сменьшими сдержками произойдет свращение народа в лоно русской цивилизации. Виктор Алексеевич, спасибо большое. Мне показывает, что время нашей программы 26 минут уже подходит к концу. Я предлагаю наши встречи такие, знаете, стратегические. Ну, как бы проводить как минимум раз в месяц, потому что очень часто нужно смотреть на общий курс. Куда мы идем, откуда мы вышли и кто мы такие. Спасибо большое, что нашли время принять участие в нашей программе. Это Крымская информационная война. Это такая программа, которая, ну, с одной стороны является визитной карточкой Крыма, а с другой стороны мы общаемся со всеми концептуалами на материке. мы вместе в диалоге вырабатываем вот это общее стратегическое, ну, цели и смыслы, первый приоритет управления. Спасибо большое. Спасибо вам за участие в такой важной работе. Я убежден, что вы делаете самое важное дело для того, чтобы вернулась Украина в лоно русской цивилизации. Единственное, что требуется, более высокая мера понимания происходящих процессов простым народом. Это мы с вами и будем делать. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, сегодня 11 сентября 2017 года, 16-е годовщина обрушения башен-близнецов. И мы сегодня встречались с доктором экономических наук, профессором Виктором Алексеевичем Ефимовым, для того, чтобы обсудить глобальные процессы и посмотреть на картинку будущего, которая, на самом деле, которую мы с вами строим. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин